Музыка Уважаемые коллеги, добрый день! После Наиля Абдуловича выступать легко и тяжело. Тяжело, потому что он уже много чего рассказал, и я даже тут сидел, уже некоторые слайды убирал. Ну, Лобачевский он один, понимаете, а нас много. И поэтому приходится как-то выкручивать ситуацию. Я хотел бы просто сегодня, что смог найти, рассказать о деятельности Лобачевского как заведующего кафедры теоретической и опытной физики в Казанском императорском университете. Я сразу же должен отметить, что доклад – это не только мой доклад. Многое, что здесь было, я получил из частных бесед, из разговоров, из материалов с Альбертом Вартановичем Магановым. Дал мне очень много материалов наш заведующий демонстрационным кабинетом Рустем Валевич Даминов использовал книгу «Загозкина история Казанского университета» и, конечно же, книгу, изданную под редакцией Альберта Вартановича Аганова и Максима Хлимуловича Салахова «История физики и астрономии в Казанском университете за 200 лет». Я только не знаю, почему такая цветопередача, но это, извините, у меня что-то было все нормально. С чего надо начать? Сразу же после утвердительной грамоты Казанского университета 5 ноября 1804 года было прописано, что в составе Казанского университета должен быть факультет физики и математики и кафедра теоретической и опытной физики. И 25 февраля 1805 года состоялась первая лекция по физике в стенах Казанского университета. Ее прочитал Иван Ипатович Запольский, как вы уже знаете из лекции Аля Абдуловича, учитель Николая Ивановича Лобачевского. Запольский был преподавателем Казанской гимназии. Он написал сразу же после образования Казанского университета прошение в декабре 1804 года о том, чтобы быть принятым в состав штата Казанского университета. И он был зачислен как адъюнг прикладной математики и опытной физики. Значит, ну что надо сказать? Надо сказать, что в первые годы существования кафедры теоретической и опытной физики ее преподавательский состав ограничивался заведующим кафедром одним или читающим лекции даже преподавателю, который мог быть адъюнгтным, даже иногда был магистром, ну, когда не хватало людей. И очень важно, что сразу же по уставу при кафедре физики утверждался физический кабинет, работой которой должен был руководить профессор физики, а в помощь ему выделялся приспешник, ну, или демонстрационный ассистент. Это было все сделано в параллель тому, что было существовало в Казанской гимназии. Демонстрационный физический кабинет был и в Казанской гимназии, и долгие годы все это существовало в параллели, поскольку, хотя устав Казанского университета был, скажем, опубликован в 1804 году, в полную силу он вступил в действие только с июля 1814 года, когда состоялось так называемое полное открытие университета. До этого университет, вообще весь университет существовал в тесной связи с Казанской гимназией, не было разделения на факультеты, не было учебных планов и программ, лекции были для свободного посещения, студенты случайным образом распределялись по направлениям, и это дало право за Гускину написать, что вообще в университете тогда царил хаос, 10 лет царил хаос до 1814 года. Но, тем не менее, преподавание велось, и для всех специальностей естественно-научного цикла читался единый курс физики. С 1804 года по 1810, и Запольский умер в 1810 году, читался единый курс физики. Недельная лекционная нагрузка составляла 48 часов студентов. Это для тех студентов и преподавателей, которые ратуют сейчас за свободу. Если уж учиться, так учиться 48 часов в неделю. И из этих 48 часов 6 часов отводилось на физику. Это было очень много. Это был самый большой по объему курс, отводимый. Там же остальные предметы тоже набегали. Там было много других предметов. Запольский первый преподаватель физики Казанского кафедры теоретической и опытной физики. Запольский получил свое образование в Московском университете под руководством профессора Страхова. И он свое образование вместе со Страховым получил по книге физика Брессона. Это был трехтомник по физике. Написан в конце XVIII века. В 1802 году этот трехтомник был Страховым переведен на русский язык. Но этот учебник содержал в себе все новейшие достижения физики, которые были к тому времени. Учитывались все открытия, которые были совершены уже в конце XVIII века. В этом учебнике были описаны. Здесь есть цитата, ее можно прочитать, что преподавал именно Запольский. И вот удивительно, что Запольский преподавал в гимназии в основном по книге Брессона, по физике. Но когда он начал преподавать в университете, ему пришлось, видимо, были какие-то причины преподавать в основном по книге, в которой он назывался, книги по физике Гиллеровского, рекомендации по изучению физики Гиллеровского, которая была написана достаточно странным языком и не содержала никаких новых, не включала никаких новых открытий. Но тем не менее, вот такая ситуация продолжалась. И физический кабинет, который был общим для университета Казанской гимназии, существует в архивах реестр этого физического кабинета. Он был вполне достаточен для того, чтобы получать гимназическое образование. Но, конечно, его содержание ни в коем мере не удовлетворяло университетским потребностям. Нужно было его пытаться как-то расширять, делать какие-то покупки. А приборы, которые в то время существовали, были не такие уж дешевые. Но, тем не менее, Запольский проявлял очень большую активность. Я почему такую вводную часть большую даю? Потому что надо понимать, к чему пришел Лобачевский, когда он стал заведующим кафедрой. По ходатайству попечителя Казанского учебного округа в 1807 году были приобретены пневматические машины со всеми принадлежностями, искусственный оптический глаз, магдебургские полусферы, ахроматическая труба, искусственный горизонт. Я обращаю ваше внимание, что здесь по оптике уже достаточно хорошее идет оборудование. И вот у нас студенты иногда 21 века не знают, как работает искусственный, как работает глаз. Но тогда уже искусственный оптический глаз даже приобретался. Это было более чем 200 лет назад. В 1808 году приобретаются центробежные машины, здесь все написано. В 1809 году машины для сжигания горючего воздуха. В 1809 году следующие приборы. И, наконец, в 1810 году появляется первый лаборант физического кабинета, выпускник Казанского университета Лингрен. После ухода из жизни Запольского преподавателем физики становятся Франц Ксавер Бронер и Андрей Васильевич Кайсаров чуть попозже. Ксавер Бронер, он приехал из Швейцарии, он никогда не был профессиональным преподавателем физики. Он приехал и стал преподавать физику на латинском языке, что было вообще недоступно для студентов. И, вообще говоря, здесь ничего такого особенного не происходило за эти годы. И самое страшное, что произошло в 1813 году. Произошло полное отделение физического кабинета от гимназического класса. И это резко уронило возможности физического кабинета университета для того, чтобы студенты получали соответствующее образование. За годы, следующие годы, очень мало, что появилось в физическом кабинете. Одна из покупок 1813 года – это магнитный инклинатор, компас, гигрометр. То есть, видите, не такие существенные покупки, но особняком стоит 1814 год, когда Казанский университет в дар от дворянина Турченинова получил весьма значительное собрание физических орудий для электрических опытов. Турченинов, бывший военный дворянин Пермской губернии, сам своими руками собрал очень много приборов для демонстрации физических экспериментов в области электричества. Так что вот этот набор, который получил Казанский университет, содержал 250 опытов. Это было очень существенным таким подспорьем. И очень важно то, что в эти же годы наш университет получил, а это деятельность преподавателя Кайсарова, деятельность Кайсарова была привела к тому, что наш университет получил 100 экземпляров учебника по физике Стойковича. Стойкович – это известный русский физик, он был ректором Харьковского университета, написал замечательный учебник по физике, и в дар Казанскому университету Стойкович сам подарил 100 экземпляров. То есть вот это содержание, экспериментальное содержание, плюс действительно библиотека, которая помогла студентам учиться, это был тот задел, который появился у нас в 1819 году, когда кафедру возглавил Николай Иванович Лобачевский. Он ее возглавлял по 1833 год с некоторыми небольшими перерывами, связанными с перестановками в администрации. Вообще говоря, вот Наиль Абдулович тоже упоминал, что Николай Иванович Лобачевский начал свою деятельность преподавателем в 2011 году, когда его утвердили андиюнгтом физико-математических наук. Вот его послужной список и те курсы, которые он читал за все годы, которые предшествовали в 1819 году. Он становится заведующим кафедрой теоретической, здесь опытной физики, здесь слово неправильно употреблено, и у него ставится проблема. Почему? Потому что содержание кабинета физики очень бедно, и надо было пытаться как усилить физический кабинет, так и пересмотреть весь стиль преподавания физики, который, к сожалению, в то время не отвечал уже тем запросам и тем веяниям науки, которые существовали. Значит, курс лекций по физике Николай Иванович Лобачевский начинает читать в 1819-20 учебном году. Всегда в лекции включались передовые открытия, такие как открытия по волновой оптике, электродинамике, которые были в то время прямо делались французскими физиками. Например, в лекциях 1923-1924 года уже обсуждались работы Френеля по Ассоне и Хладни. Это волновая оптика Френеля, которая получила признание в Парижской академии наук только лишь в 1923 году. Такой скорости внедрения последних научных достижений в учебный процесс остается позавидовать. Даже в наш 21 век мы не всегда успеваем включить открытия, которые сделаны в прошлом году в курс лекции нынешнего года. Но, тем не менее, Лобачевский это все успевал делать. Очень важно, что он полностью пересмотрел весь подход к преподаванию физики. Курс физики был разделен на три разряда. Первый, второй разряд – это разделы физики, такие как стандартные разделы физика, электричество, магнетизм, оптика. А вот третий раздел был специально разработан Лобачевским курс математической физики. Вообще в те годы Казанский университет был единственным университетом, который преподавал подобные курсы. Вот математическая физика – это был тот предмет, который основывался на исследованиях по математической теории электростатики и электродинамике. И в первой половине 19 века такими исследованиями занимались только в Казанском университете. Что интересно вот в этом курсе математической физики? Вот сегодня Найль Абдулчич много говорил про предвидение Лобачевского. Ну вот давайте посмотрим, что было сделано здесь. Ну во-первых, в курсе математической физики Николай Иванович Лобачевский делит все физические явления на три группы, в зависимости от того, какими силами они объясняются. Первая группа – это явления, которые описываются силами, действующими в прикосновении. Это теплота внутри тела, отражение, проломление света с позиции корпусской ордентеории, капиллярные явления. Это то, что в современном курсе математической физики изучается в рамках изучения уравнений параболического типа. Вторая группа – это явления, которые описываются силами, действующими на заметных расстояниях. Это электростатические, магнитные, электродинамические силы. Это в термину современной математики уравнение эллиптического типа. Ну и, наконец, третья группа явлений, которые объясняются силами упругости в телах – колебания, явления, связанные с волновой теорией света, звуковые явления. Это так называемое уравнение гиперболического типа. Вот классификация, которая существует сегодня в математической физике, фактически она уже была предвидена. Я не скажу, что может быть введена Лобачевским, но, тем не менее, она была им предвидена. Но с 1821 года происходит разделение курса физики на опытную и математическую физику. И курс опытной физики состоял из вступления, в котором определяется предмет физики, рассматривается связь физики с другими науками, и восьми глав, каждый из которых посвящен определенному разделу физики. Значит, этот курс наиболее полно отражал все научные достижения, открытия и уровень науки того времени. Все материалы, которые выходили из армии любого отдельного учебного поступья по физике, включались в этот курс. И, естественно, что для преподавания такого курса нужен был хороший физический кабинет. Но про преподавательскую деятельность Лобачевского говорили уже много на предыдущих лекциях в течение этого года. Я не буду здесь останавливаться. Я скажу то, чего точно не говорили. А то, что Лобачевский сделал, что он сделал очень большой импульс, дал развитию физического кабинета. В 1819 году Лобачевский принимает руководство физическим кабинетом. И инвентарь состоял из нескольких приборов, поскольку, как я уже сказал, часть приборов ушла в гимназию, покупок не было, приборы были достаточно дорогие. Но если считать, что в первой половине 19 века примерно на все оборудование в университете было отводилось в сумме 12 тысяч рублей в год. Из них где-то не больше тысячи рублей тратилось на оборудование физического кабинета. Это такие средние цифры были. Это деньги, с одной стороны, достаточно большие, поскольку пуд говядины стоил 5 рублей, где-то 4-5 рублей. Но, с другой стороны, приборы были очень дорогие, и этих денег явно не хватало на покупку серьезных вещей. Ну и пополнение Лобачевского, которое он решил делать, это, во-первых, закупка инструментов и приборов за границей, заказ приборов и инструментов у мастеров и заводов в России и покупка у частных лиц. Ну вот, в 1821 году Лобачевский отправляется в командировку, он пишет, по личным нуждам в Петербург. Но, на самом деле, личные нужды были, это был вопрос формирования достаточно хорошего физического кабинета. Он пишет попечителю тогдашнему Магнитскому, что касается досоставления физического кабинета, то я сужу о здешних художниках, имеется в виду мастерах, что в них не найдется больше половины тех инструментов, из которых желательно мне было бы составить физический кабинет в Казани, по образцу новейших приборов. И Лобачевскому пришлось делать заказы у разных мастеров в Петербурге. 30 ноября 1821 года он подает обширную накладную записку попечителю округа, в которой обосновал необходимость иметь в мертете хороший физический кабинет, кроме приборов, заказанных в Петербурге у известного мастера. Вот ему удалось заказать на 5000 рублей, это при тех бюджетах, о которых я говорил. И общий список составлял 15000 рублей. При этом он подчеркнул, что это самые необходимые приборы, так как, по его мнению, в больших кабинетах надо бы стараться не о числе, а о совершенстве машин заботиться. Суммы достаточно большие, тем не менее, он успешно их получает. Кстати, надо сказать, что когда в 1826 году проводились проверки, оказалось, что часть из этих сумм можно было бы купить больше, Магнитский присвоил себе. 21 апреля 1822 года физический кабинет получает по предложению Лобачевского новое более обширное удобное помещение, но для оборудования все равно этих денег не хватает. Для покупки приборов в разные годы выезжали профессора Купер, Симонов, о которых уже, наверное, Алья Абдулович упоминал, а на Лобачевского, когда они были в отъезде, возлагались такие большие тяжести по преподаванию в математике, физике и астрономии. В их отсутствии. Новый этап в развитии кабинета относится к 27-46 годах, когда Лобачевский становится ректором университета, а с 1833 года кафедрой физики заведует энергичным профессором Кнор. Но, во-первых, Лобачевский, даже став ректором Казанского университета, не забыл о учебно-спомогательных учреждениях, и он развивает очень активную деятельность в этом плане, в том числе по формированию физического кабинета, и он ставит вопрос о создании собственной университетской мастерской, где можно было бы не только ремонтировать приборы, но еще и изготавливать новые. Министерство по ходатайству Лобачевского пошло на отпуск 10 тысяч рублей, избереженных университетом с 2820 года, на покупку станков и разного оборудования для мастерской. На должность механика этой лаборатории был приглашен из Мюнхена НЭЙ. В том же году в Петербурге и Мюнхене университет приобрел станки и инструменты, известная механика Эртеля. С 1830 года Механическая Министерская университета начала изготовление приборов, собственных приборов. Это были сначала барометры, инклинаторы, теодолиты и другие. То есть учебные заведения Казанского образовательного округа и другие университеты России стали пользоваться оборудованием, которое производилось в мастерских Казанского императорского университета. В первой половине XX века все механическое заведение Казанского университета являлось лучшим в России, а механик НЭЙ, заведовавшим мастерскими до 1854 года, был в 1937 году наделен всеми правами механика при Академии наук России. Московский, Харьковский университет и другие учебные заведения пользовались оборудованием, которое производилось здесь, у нас, в Казанском университете, в механическом заведении. За годы, когда Лобачевский был ректором, Казанский университет приобретает очень большое количество приборов. И для того, чтобы изготовить эти приборы, приглашались различные мастера из Европы, которые приезжали и очень успешно здесь работали. Вот здесь приведены цифры. Только вот за эти 14 лет КНОР приобрел для физического кабинета 252 новых ценных приборы. В 40-х годах в физическом кабинете Казанского университета были приборы, позволяющие с наиболее полнотой демонстрировать на лекциях по физике самые сложные явления. Таким богатством не мог похвастаться ни один университет. В начале, если в 1810-15 годах образцом для физического кабинета был физический кабинет Харьковского университета, Стойкович, когда был ректором, то со временем этот кабинет приходит в упадок. У Московского университета вообще кабинет полностью распался весь. В Петербургском университете он только начинает налаживаться ленцем. Так что вся первая половина XIX века – это полное господство приоритета, господство Казанского университета, физического кабинета. И то оборудование, которое было здесь, оно, естественно, было наиболее лучшим и даже производилось на то, что поставляться в другие университеты. Вот что пишет профессор Кнор. «Мог поспорить с самыми лучшими европейскими собраниями, уступая только кабинетом французской коллегии в Париже и Венского университета». И эта характеристика являлась общепризнанной. Так, например, в журнале Министерства народного просвещения в 1849 году отмечается. Ни один из отечественных университетов не может похвалиться такими богатыми и роскошными учебными учеными пособиями, какие представляет нам университет Казанский. Многие из коллекций кабинетов Казанского университета приведены в такое состояние, что в настоящее время по богатству и роскоши свои могут с честью выдержать соперничество с лучшими заграничными собраниями этого рода. Вот это показывает то, как за короткое время можно было действительно сделать прорыв. Приборы требовали, конечно, не только тщательной работы, но и требовали нового помещения. И в 1836 году по задумке Лобачевского во дворе университета строится специальное двухэтажное здание для физического кабинета. Я думаю, вы все это знание узнаете. Сейчас в нем располагается химический институт имени Бутлера. В этом же здании вместе с физическим кабинетом располагалась метеорологическая обсерватория, но об этом в своей лекции уже рассказывал профессор с географического института. Вот примерная характеристика того, что имел в 1842 году физический кабинет. Вот сколько было демонстрационных опытов. 502 опыта тогда имелось. Это очень большое количество. Поверьте, что сегодня мы, наверное, около тысячи имеем, Рустам Валевич. Ну, примерно тоже, ну, да, там с разными вариациями, то есть, ну, уровень другой, но, тем не менее, это уже очень значительно то, что у нас имеется. И это очень большая заслуга заведующего физическим кабинетом Савельева, который недолгие годы был в этой... И, наконец, развитие во второй половине XIX века дает большой импульс. Это последователи уже Лобачевского, это Бальцани. Ему удается добиться очень существенных ассигнований на приобретение ценных физических приборов. Значит, ну, вот суммы здесь вы видите. Что было куплено, куплено тоже видите. Значит, вместе с Александром Михайловичем Бутлеровым они успешно достают деньги, выбивают деньги для совершенствования как физического, так и химического кабинетов. 1876 и последний четверть, скажем так, XIX века это заслуги, прежде всего, Слугинова и Колли. Физический кабинет постепенно начинает превращаться из просто некоторого хранилища приборов для демонстрации физических явлений в настоящее научно-учебное учреждение. Очень важно, что на базе кабинета впервые значительно расширяется физический практикум, на котором студенты начинают проводить научно-исследовательские работы. Это тоже один из первых примеров в России и в мире, когда у нас на основе физического кабинета не только демонстрируются физические явления, но студенты активно начинают включаться. И сегодня мы знаем, что физический практик является одним из основных составляющих в учебном процессе того образования, которое получают будущие физики, химики, биологи и все остальные. Значит, Слугинов, если до 1885 года было 800 физических приборов, то через 10 лет почти их количество превращало 1200. Вот что здесь имелось из этих приборов. То есть часть уже из этих приборов, часть уже сохранилась, и вы сегодня увидите возможность посмотреть часть из этих приборов. Вот здесь выставлено на столах. Это уже приборы примерно того времени. На работу физического практикум очень большое влияние оказывает профессор Колли. Он отмечается в отчете 1883 года. Под руководством профессора физики Колли студенты первого курса обоих разрядов естественного математического и студенты второго курса математического разряда занимались физической лабораторией практическими работами, состоявшими в определении недельного веса, теплоемкости, коэффициент расширения тел, а также в определении электродвигательных сил, сопротивлений прочих явлений. Я хотел бы обратить внимание на коллег математиков, что в конце XIX века студенты математики обучались в лабораториях по физике. Ну и, наконец, всю историю развития проследить сложно. Импульс, который дал Лобачевский, он шел, шел, шел. И одним из краеугольных камней стало получение коллекции лекционных демонстраций, которая была изготовлена в Париже в Мастерской Дубасяк и прислана в Казанскому университету Василием Павловичем Гильгардом в 1897 году вместе с оборудованием для астрономической обсерватории. Вот в этой коллекции есть набор, который до сих пор вызывает неподдельный интерес у студентов, у аспирантов, когда мы демонстрируем этот набор по интерференции поляризованных лучей. И впервые эти опыты были введены в курс физики в Казанском университете профессором Гальдгаммером. АПЛОДИСМЕНТЫ